Ситуацию в среднем учебном заведении прокомментировал и его директор. Ребенку стало плохо на уроке украинского, на пятом уроке. В самом начале этого урока классный руководитель оказал помощь, и медицинская сестра тут же поднялась, оказала помощь ребенку первую. Тут же были вызваны скорая помощь и мамы девочки. Практически одновременно и скорая помощь и мамы девочки пришли. Это было в течение 10 минут буквально. И забрали девочку в больницу. Я разговаривала с мамой девочки, не с мамой, а с тетей. Это был как раз тот момент, когда ребенок пришел в себя, и маму допустили уже в реанимацию. О том, что девочку намеренно не травмировали, говорят и в городском департаменте образования. За попередними данными, на сегодня мы знаем, что девочка пришла в себя, почувая себя больше-менее стабильно. За информацией педагогических работников, случай произошел на четвертом уроке, не на уроке физкультуры. На уроке физкультуры, который был в этот день другим уроком, начебто, снова таки, со слов педагогических работников, других детей в позаштатных ситуациях не произошло. Факты буллинга в школе также не подтверждают. Единогласно сегодня говорили все на камере родители этого класса о том, что в их классе буллинга нету и быть не может. Потому что дети дружны, это правда. Родители оказали материальную помощь маме, родители класса уже оказали материальную помощь. Тем не менее, ряд родителей, по данным полиции, говорит о случаях агрессии детей по отношению к сверстникам. Факты, изложенные ими в заявлениях, также будут проверены. Сотрудники ювенальной превенции, которые уже побывали в школе, выяснили, что данное ЧП произошло на уроке физкультуры, где во время игры девочки попали мечом в голову. Происходящее описывают не как избиение, а случайность. Был ли удар по голове мечом причиной критического состояния ребенка, покажет дальнейшая экспертиза, отметил глава отдела ювенальной превенции областного управления полиции Виталий Копуляк. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Для изучения всех сторон инцидента Департамент образования также создал комиссию. Напомним, недавно в Украине был принят закон о противодействии буллингу. Психологическая или физическая травля человека влечет административное наказание. Продолжение следует...